Самое главное забыли. Силу забыли. Эти слова вырвались как будто бы случайно, но вспомнить их придется уже после того, как рекорд по буксировке плавучего крана будет поставлен. Перед стартом выяснилось в гостинице, забыли часть снаряжения, специальную обувь. Публика терпеливо ждала. И восьмикратному чемпиону России по тяжелой атлетике Михаилу Кокляеву пришлось немного поработать шоуменом. В Америке сейчас бы только задержались на 2-3 минуты, началось бы. За Кокляевым 6,5 тысяч тонн металла, водоисмещением 10 701 тонна. Это самый крупный и тяжелый плавучий кран в России. Бурлакам на Волге такое даже в страшном сне не увидеть. Перед Михаилом стоит задача буксировать кран на 10 метров. На лестнице делают отметку, дойти нужно до этой точки. И Кокляев идет. Медленно, но все-таки идет. И через несколько минут сходит с дистанции. И зрителям в слове «Астрахань» начинает видеться слово «страх». У спортсмена синеют губы. Доброе! Черные зелы! Делай дождя! Желаю! 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 Фиксировать рекорд надо было во время тренировки. Ведь в апреле он уже протащил эту махину на 5 метров. И сделал это почти играючи. Вот видео, опубликованное на личной страничке в соцсетях. Все тот же кран и та же лестница. Михаил шутит, что кран и тягает. Едва ли не с пеленок, только размер и вес был меньше. Будем идти до конца. Попытка номер два. И снова старт с той же точки. Нервы на пределе и у Кокляева, и у публики. Ведь здесь и сейчас устанавливают новый рекорд. С рулеткой в руках судья фиксирует результат. 2 метра 22 сантиметра. Плохо. Жутко себя чувствую. Походить бы немножко. За две минуты Михаил Кокляев сдвинул плавучий кран весом 6,5 тысяч тонн. Максимальная грузоподъемность машины 1550 тонн. Вес спортсмена 155 килограммов. Рекорд засчитан. Вообще-то нас передвигают по Волге и в море. Два буксира. Обычно не меньше 2400 лошадей. В море нас передвигает судно мощностью не меньше 4800 лошадиных судей. Очень много рекордов установлено по буксировке разных транспортных средств. Сегодня был установлен впервые рекорд по буксировке плавкрана в Астрахани. По воде такую массу никто никогда не перемещал. Сегодня, когда ветер был северо-западный, сегодня он переменчивый, он шел с запада в основном. То есть здесь где-то метра 2-3, а на матче там 6-8. И прямо ощущается, тянешь-тянешь, потом такой фук, и он встает. Потому что идешь-идешь, потом опять фук. То есть когда порыв идет, получается остановка. Но если уж досконально вдаваться в цифры, Кокляев тянул на себе не только кран, но еще и всю его команду. В таких случаях принято писать, не повторять опасно для здоровья. Но побить рекорд, установленный в Астрахани, возможно, наверняка в стране есть амбициозные спортсмены. Сам Кокляев возвращаться к результату не собирается, но это пока. На судоремонтном заводе лестницу решено оставить на месте. Вдруг передумает. Илья Нуралим, Вадим Матасов, Центр новостей.